Всем привет и добро пожаловать на один из вебинаров национального образовательного цикла, который посвящен Customer Flow. И сегодня с вами буду я, ваша Фаси, вице-президент департамента OGT срока 19-20 в локальном комитете Москва, Яна. Мы поговорим с вами о том, какой путь проходит каждый стажер, обратившийся в ISEC. Для чего это нужно, спросите вы. Все потому, что ISEC стремится быть клиент-ориентированной организацией, а для этого нам необходимо в первую очередь думать о стажерах и понимать, почему они выбирают этот путь. Именно поэтому был разработан Customer Flow, который проходит каждый обратившийся к нам стажер или партнер в лице компании для того, чтобы получить наилучший опыт. Как мы можем видеть, молодой человек, который обращается к нам, использует YOP, он же Youth Opportunity Portal или сайт ISEC.org, на котором представлены все проекты. В то время как партнеры взаимодействуют с нами через POP, он же Partner Opportunity Portal. Однако сегодня речь пойдет только об YOP. Далее мы с вами рассмотрим, какие этапы проходит стажер, чтобы заполучить свой опыт. Как правило, Customer Flow состоит из нескольких этапов. Первый называется Attraction и включает в себя регистрацию на сайте ISEC.org. После того, как посетитель сайта зарегистрировался, он автоматически становится Open, и мы можем видеть его на EXP. На этой стадии он уже становится нашим кастомером. Далее следует этап рассмотрения, этап Consideration. Здесь менеджер связывается с зарегистрировавшимся кастомером, и кастомер отправляет заявку на стажировку и получает статус аппликанта. После этого стажер проходит интервью с компанией и или менеджером стажировки. После успешного прохождения на позицию в компании стажер получает статус Accepted. И далее следует подписание договора и оплата взноса. Как только договор подписан и взнос оплачен, менеджер меняет статус стажера с Accepted на Approved. При этом, прошу заметить, статус меняет и Home Entity, и Host Entity. И далее мы переходим к следующему этапу, этапу подготовки. Однако, если что-то идет не так, например, отказ в визе, или просто необходимо сделать Break Approval по разным причинам, то мы снова возвращаемся к стадии Consideration и заново подбираем проект для стажера, а значит, что заново проходим все стадии, отправляем резюме, проходим интервью и так далее. Однако, если идет процесс хорошо, то менеджер проводит OPS со стажером, и стажер отправляется на проект, где в первый день его статус меняется с Approved на Realized. С первого дня по последний стажер получает опыт и проходит стадию Experience. По окончании проекта стажер возвращается домой и переходит на стадию Post Experience. На этой стадии крайне необходимо связаться со стажером, провести для него рис и заполнить опрос в профиле. Если все 16 стандартов стажировки были соблюдены, и стажер остался доволен своим опытом, то он получает статус Completed. После завершения всех стадий стажер может либо вступить в организацию, либо отправиться на другой проект. На этом слайде мы также можем видеть, какой путь проходит наш партнер. Это может быть школа или компания, где проходят стажировку наши кастомеры. Однако, этот Customer Flow не менее важен для нас, потому что партнеры проходят его для того, чтобы предоставить наилучший опыт для стажера. И давайте еще раз подробно посмотрим, какие стадии проходит стажер во время Customer Flow. Итак, стадия Attraction, на котором посетитель сайта проходит регистрацию и становится нашим кастомером. Затем следует стадия Consideration. И мы здесь связываемся со стажером и вместе с ним доходим до стадии Approved. После этого следует стадия подготовки к проекту и реализация самого проекта. Далее сам опыт с первого по последний день. И все это завершается стадией Post Experience, во время которой мы проводим РИС. И при выполнении всех 16 стандартов стажер получает статус Completed и может вступать в организацию или отправиться на следующий проект. Я также предлагаю вам остановиться на всех статусах, которые получает стажер во время прохождения пути стажера или Customer Flow. Итак, Visitor. Визитер это посетитель сайта. Он заходит, он просто узнал о том, что существует такая платформа и рассматривает о том, какие проекты есть на этом сайте. После того, как он регистрируется на сайте, он становится Опеном. И далее, если его что-то заинтересовало и он подает заявку на проект, то он становится потенциальным EP и также получает статус Applied. После этого стажер проходит интервью в компанию и если у него все получается и компания готова его принять, то он получает статус Accepted. После того, как стажер подтверждает свое участие в проекте, подписывает договор и оплачивает взнос, он становится АПРУВом. И как только стажер приезжает на проект в другую страну, он получает статус Realized. После того, как его опыт заканчивается и он возвращается домой, его статус меняется на Finished. И после этого он заполняет опрос в своем профиле и если все стандарты были соблюдены, то он получает статус Completed. На этом заканчивается наш Customer Flow и вебинар. Если у вас остались какие-либо вопросы, обращайтесь ко мне, я с радостью отвечу на них. Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok